Всем огромный привет! На сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайв. И, конечно, пока я буду рассказывать, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, дышите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Лена пошла в сауну. Устала Лена, да, очень не сильно она устала на работе, и решила вместе с Оксаной пойти в Зеленопарк, в тот комплекс ванной. И говорит, уже когда Лена была практически у этого комплекса, говорит, ну, тут порог отходит. Отходит он. Не выходит, а отходит. Скидка была у них 4 часа за 1190 рублей, до Нового года еще есть такие скидки. И этим, конечно, решила Лена и отца на воспользоваться. Вот интересно, когда уже этих скидок не будет, будут ли девочки-девочки ходить в этот комплекс? Очень я почему-то в этом сомневаюсь. Лене там, конечно же, все нравится, и не может, например, как-то от Юрии не понравилось. Бол, Юре там было холодно. Ну, а Лена и Оксана просто в восторге от этого дела, и одно, и другое все это очень нравится. И Лена парится, и не снимает себя на украшения. Уже второй раз она в этом комплексе, и второй раз одна и та же история. Не снимает она себя ни за почку, ни какие-то колечки, в общем, никаких украшений. Серьги тоже при ней. Ничего Лена не снимала. Я тоже не знаю, я из каких соображений. Но, насколько я знаю, в парилке, в парной, в сауне, как хотите это дело называйте, надо снимать все украшения с себя металлические. Но, почему-то Лена решила этого не делать. А для чего вообще их надела она, когда она знала, куда она едет, тоже мне не понять. Они целенаправленно направлялись в этот банный комплекс. Не было такого, что вот они поехали по магазинам, а потом раз и решили, а, поедем мы-то мы в этот самый комплекс. Спонтанности никакой не было. Но, тем не менее, видите, как-то Лена странно подготовилась к этой поездке. Точнее, совсем не подготовилась. Напарилась Лена и говорит, вот, хочется на себя вылить холодный душ. Думаю, это как? Как Лена собирается на себя вылить душ холодный? Опять же, она выражается как-то очень странно и непонятно. Ей уже столько лет, а сленг какой-то, даже это не сленг, это просто элементарная какая-то безграмотность. Это не сленг. Это просто безграмотность. И, опять же, я не понимаю, как Лена училась в школе, и как она её закончила, на какие оценки. Но, видите, Лена, если не особо образованная, зато она закалённая. Да. Говорит, сюда, в эти самые сауны, бани, бассейны, которые под открытым небом, мол, мне закалённым лучше не заходить. Значит, Лена закалённая. Вот Лена идёт прямо на улицу, так вот правненько, в эти самые бассейны. Очень ей нравится, что вот голова на холоде, а сама она в тепле. И девочки какие-то там были в этом самом бассейне до Лены. И вылепили из снега, который был на бортиках бассейна, каких-то, то ли снеговичков, то ли, в общем, какие-то фигурки. Лена говорит, вот натура человеческая. Их, мол, тут столько было, а вылепили всего две фигурки. Что Лена имела в виду, непонятно. Или она считает, что каждый должен был вылепить по фигурке. Почему же Лена тогда не вылепила ни единой фигурки, тоже мне этого, конечно, не понять. То есть, в своём глазу Лена в очередной раз не увидела бревна, а в чужом увидела соринку. Ну, в принципе, это всё в её стиле. Ну, а может быть, Лена имела в виду, что надо было одного большого снеговика совместными усилиями как-то вот вылепить. Ну, может быть, и это тоже Лена имела в виду. Но уже как выразилась, так выразилась. Да, говорит, их было много, а вылепила всего у них две фигурки. И, кстати говоря, когда Лена вот выходила к этому самому бассейну на улицу, она говорила, надо выйти на улицу-в улицу. Ну, вот, девочка-девочка выходит на улицу-в улицу. По-моему, всё совпало. Поэтому, наверное, Лена и пошла туда. Да, потому что улица-в улица без девочки-девочки не может обойтись. Что за манера повторять по два раза одно и то же слово тоже, мне этого, конечно, не понять. Аква-аэробика. Аква-аэробика. И Лена и Оксана от неё в восторге. Нам не показали, как они там занимались. Ну, наверное, тяжело снимать, когда надо выполнять какие-то движения. Но я думаю, что это зрелище было не для слабонервных. Особенно эта самая аква-аэробика в исполнении Лены. Оксана как-то вот держит форму, да? Да, она слегка пополнела после того, как она похудела. Но Лена, простите, даже не худела. Лена как-то вот всё растёт вширь и вширь. Растёт и растёт, да? Девочка-девочка. Понравилась очень Лене сауна, которая называется Кинолента. Там они смотрели, по-моему, мультик. Они там смотрели Маша и Медведь, если я не ошибаюсь, это было в запретограмме. И, конечно, понравились мальчики, которые веерами так вот их обвивали, будем так говорить, нагоняли пару. Ну и, понятное дело, потом они сели под пальму и стали пить шиповник. Шиповник под пальмой. Что может быть лучше? Это самый шиповник приготовила Оксана. А почему не Лена, тоже мне этого не понять. Ну, в принципе, об этом я говорила в другом обзоре, который был посвящён её рилсам в Инстаграме. И вот всё хорошо, всё замечательно. И пальма рядом, и любимая сестричка Оксаночка рядом, и бассейн рядом, и шиповник. Вот, пожалуйста, наливают сколько хочешь. И, кстати говоря, в запретограмме Лена сказала, вот шампанское наливайте ей и наливайте. Да, девочки, девочки, наливайте, наливайте шампанское. Наверное, второй раз надо повторить шампанское, да. А вот коньяк Лена не особо уважает. Водочку, я думаю, тоже коньячок, водочка. В общем, такие более-менее крепкие напитки не для Лены. А вот венцо какое-нибудь, шампанское какое-нибудь. Да, почему бы нет? Наливайте и наливайте. Вот, ну так вот, сидит она под этой самой пальмой, рядом Оксана у неё, шиповник, бассейн. Но не хватает чего-то королевне. Чего не хватает? Никогда не догадаетесь. Сушек. Русская барыня прям. Вот сушек ей не хватает. И Лена вспоминает о том, как было здорово, когда она была на высоте домов. Их там тоже угостили пряником. И Лена этот пряник зачефанила. Да, а вот это уже сленг. Это уже не безграмотность. Это уже просто сленг какой-то. Зачефанила. Я такое слово услышала впервые. Я несколько раз перемотала вза-вперёд. Ну, видимо, это значит съела, зачефанила, поела. Ну, как-то так. А что ещё может сделать с пряником? Тем более Лена, да, та, которая очень любит поесть. 100% она его съела. Но нет, она его зачефанила. Вот. И Оксана, видимо, тоже так же выражается, потому как она не переспросила её, Лена, а что ты сделала? Ну, или какое-нибудь замечание. Да, о чём я говорю? В принципе, даже если бы Лена и что-нибудь то сказала, вряд ли бы Оксана сделала бы ей замечание. Во-первых, потому как Оксана подумала бы, что всё правильно Лена говорит в силу своей необразованности. Ну, а во-вторых, какое право может иметь Оксана делать Лене, самой Лене, замечание? Да никакого. Да Лена, возможно, Оксане ещё и сделает замечание. А Оксана Лене никогда. Что вы, что вы, королевня? Не-не-не-не-не. Челядь королевни никогда не посмеет сделать замечание. Ну, и после того, как девочки-девочки уже напарились, и коллективно, и персонально, они решили, что им нужен срочно массаж. Сели они в массажное кресло. В 20-минутный был сеанс массажа, что одно, что и другое. Лена говорит, ой, как здорово. Массажное кресло надавливает. И прикосновение кресла. Ну, этого не было на ютубе, это было в запретограмме сказано, да? Прикосновение кресла. Ну, боже, Лена, Лена, тебе уже приятно прикосновение кресла. Вот явно не хватает мужчины Лене. Да и вообще такое выражение, как прикосновение мебели. Ну, знаете, так себе, конечно. И вот это кресло, где надо, надавливает. Где надо, сжимается. Где надо, разжимается. И руки отдельно массируются. И тоже где-то сжимается рука, где-то разжимается. И ноги отдельно массируются. В общем, Лена получает миллион удовольствий за эти два самых 20 минут. И Оксана, кстати говоря, рядом с ней тоже. Млеют девочки, девочки. Захотели в какую-то очередную сауну пойти, но Лена выдает, говорит, если толпа будет сновать, как муравьи, вот, то, мол, никуда они не пойдут, мол, очень много людей. Она Оксана вообще спросила, может быть, Оксане понравится, даже если там будет много людей. Ведь Лена говорила, что Оксане нравится, когда толпа. Хотя, в принципе, как потом выяснилось, Оксана сказала о том, что не-не, ей не нравится, когда много людей. Не, ну, в любом случае, одно дело куда-то пойти, да, на какое-нибудь мероприятие городское, да, там толпа людей на центральной площади и так далее. А здесь сауна. Пришел, сел, посидел и ушел. Но, знаете как, Оксану, понятное дело, никто не спросил. Ну, в принципе, и спрашивать-то и не собирался. Наносит себе Лена желтую глину на лицо. Такая вот маска получается. Она, опять же, очень все это не гигиенично, потому как руками Лена все это набирает из общей бодии. И чьи руки там только не были. Ну, хорошо, хотя бы не лопаткой, потому как лопаткой тоже многие, я думаю, набирали эту глину. Ну, и, в общем, опять же, не продумали хозяева этого самого банного комплекса этот момент. Такое, чтобы были индивидуальные какие-то маски для каждого, чтобы не было риска подхватить какую-нибудь заразу. И так эти бассейны, как мне кажется, особо не обеззараживаются. Ну, опять же, это только мое предположение. Учитывая, сколько там людей в день бывает в тех бассейнах. Ну, не знаю я. Может быть, конечно, есть какая-то гигиена, есть какие-то нормы. Но вряд ли, конечно, какие-то справки требуют, чтобы люди принесли, которые собираются париться или принимать какие-то водные процедуры или заниматься акваэробикой в этих самых бассейнах. Вряд ли. Заплатил и пошел. Ну, а кто чем болеет, здоровые там люди, нет, есть там какие-то заболевания, это никого не волнует. Поэтому там очень должен быть серьезный контроль за качеством этой самой воды. И очень почему-то, я повторюсь, я сомневаюсь, что это там есть. Ну, а, конечно, после того, как уже пришли они все процедуры, надо поесть. И Лена говорит, вот, все дороги к фудкорту ведут через телеграф. Не идут дороги, а ведут через. Ой, Лена, Лена. Как-то странно она выразилась. Вроде как ее понять можно, но в то же время как-то непонятно она выражается. Согласитесь. И идет она показывать нам, говорит, вот, посмотрите, какие платья. У меня, мол, точно такие же, только раза в 3-4 дешевле, мол, покупайте у меня. Ну, вот, вроде пришла расслабиться, но в то же время не забывает о том, что она пререкламировала свои какие-то вещи, которые она там продает. Дома, говорит, плов есть целая кастрюля, да. Но, тем не менее, Лена почему-то поест лучше вообще пить. Ну, правильно Лена решила, пусть плов кто-нибудь другой ест. А Лена поест салат крабовый, что-нибудь еще такое вот вкусненькое, какую-нибудь картошечку с какими-нибудь соусами и так далее. И вообще в Лене живет три личности. Первая личность – это женщина, которая следит за своей фигурой и которая очень хочет быть стройной. Вторая личность – та, которая говорит, да, ну, ее ту стройность, не надо быть стройной, будь самой собой. А третья личность – это смешанная личность. То есть сегодня так говорит, а завтра иначе говорит. Или сейчас так, через минуту иначе. Ну, как-то вот так вот Лена выразилась. Ну, как мне кажется, это просто называется отсутствие силы воли. Вот и все. Ну, а то, что вот три личности в ней живет, ну, все может быть. Ведь слышала Лена раньше голоса в голове. Вот, а теперь вот у нее три личности в ней обнаружилось. Это только те, с которыми она знакома. А сколько еще личностей, с которыми она не знакома. Вот об этом надо было бы задуматься Лене, конечно. Так что, я думаю, там больше, чем три личности в Лене живет. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok